Песни, танцы, счастливые детские лица на сцене, а вокруг чувашская национальная вышивка и все, что с ней связано. Полный зал Дворца культуры поселка Кугеси показывает, не все современные дети просиживают вечера за компьютером. Эти ребята предпочитают сидеть за пяльцами с нитями и иголками в руках. Пофантазировать на тему национальной чувашской вышивки детям предложила фирма художественных промыслов Пахатери. У нас уже в этом году четвертый конкурс. Конкурс называется «Пахатери. Народные мотивы на века». География конкурса расширяется с каждым годом. В этом году Пахатери собрала около 200 детских работ из разных районов республики. В конкурсе участвовали не только те, кто мастерски владеет иголкой. Вышивки посвящали рисунки, сочинения и даже стихи. Чтобы написать сочинения, ребенку нужно изучить какой-то материал. Чтобы вышить или нарисовать, также нужно изучить наш орнамент чувашской вышивки. То есть все работы с каждым годом все серьезнее и интереснее. Вышивкой украшали быт и одежду с древних времен. Современные детские работы доказывают. Мода меняется, а вышивка остается. Мы представили на этот конкурс 15 работ. В основном современные костюмы на традициях народных. Я представила на конкурсе орнамент на одежде. Узнать о чувашском орнаменте мне помогали учителя. Вышивали, рисовали и сочиняли целыми творческими коллективами. Вместе с детьми в традиции народного промысла вникали преподаватели. Здесь не только вышивание. Здесь по декоративному прикладному искусству много работ было. Изучая эти традиции, дети с пониманием относятся к этой работе. Они знали в дальнейшем, какие национальные орнаменты старинного вышивали. И в дальнейшем тоже мы развиваем эту традицию. Несмотря на то, что это был конкурс, обошлось без проигравших. Все участники получили дипломы и награды. И самое главное, умения, знания и отличное настроение. Ольга Григорьева, Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.